Уже через пару десятилетий Казахстан может достигнуть своего пика по объему добычи нефти. Что будет дальше и как сохранить стабильно высокий уровень добычи на долгие годы? Это один из главных вопросов, который планируется обсудить на первом международном форуме геологоразведки Казахстана «Фокус нефтегаз», который пройдет 12-13 марта в Астане. О том, почему возникла устраняя необходимость собрать на одной диалоговой площадке ученых и практиков, работающих в сфере геологоразведки со всего мира, а также о настоящем и будущем отечественной геологоразведке, мы сегодня говорим в студии со президентом Казахстанского общества нефтяников и геологов Балтобеком Куанды. Здравствуйте, Валтобек Муханыч. Спасибо за то, что нашли время. Я знаю, что в Алма-Ате согласились за столь короткое время пребывания в столице прийти к нам в студию и рассказать очень много интересного. Первый вопрос. Геологоразведка. Прошлое мы, конечно, понимаем. Благодаря именно геологоразведке мы сегодня и имеем такие большие месторождения. И Тенгиз, и Кашаган в первую очередь. Есть куда дальше развиваться? Вот этим Кашаганом, скажем, не закончилось все, но огромное просто месторождение нефти. Естественно, геологоразведка вообще это основа развития всех добывающих отраслей. Для того, чтобы компенсировать тот большой объем добычи нефти, естественно, мы должны каждый год наращивать запасы нефти и газа, чтобы компенсировали тот объем добычи. Вот все говорят, что Казахстан сегодня мощная страна по объему добычи нефти. Да, действительно, мы буквально 15-20 лет назад добывали всего 20 миллионов тонн нефти. Сейчас более 80 миллионов. И если все будет нормально, допустим, по Кашагану, я думаю, что в ближайшее время мы станем добывать порядка 110-120 миллионов тонн нефти. То есть дойдем до тех планов, которые президент озвучил. И это реальная возможность. Но чтобы это вот такой высокий уровень, так сказать, и дальше продолжать, на долгие годы, так сказать, добывать, естественно, нужно открытие новых месторождений нефтегаза. А открытие новых месторождений осуществляется только за счет геологоразведки. Поэтому, в принципе, мы и наметили вот этот форум, который состоится буквально через 10 дней здесь, в Астане. И этот форум поддержан, так сказать, руководством Министерства инвестиций и развития, Министерством энергетики, Комитетом геологии, Ассоциацией казанной энергии, национальной компании «Казанной газ». И все руководители этих государственных, так сказать, органов будут участвовать в этом форуме. Я думаю, что это будет хорошая площадка для разговора. И для обмена мнениями. И для обмена мнениями. Самая главная проблема, да, сегодняшней геологоразведки. Начнем, пожалуй, вот с чего. А вот еще, скажем, лет 15-20 назад вся геологоразведка, она существовала централизованно. А в последние годы, насколько я понимаю, она не финансировалась вообще, да? Ну, по крайней мере, не в первую очередь. Правильно, да. Ну, если будем говорить так, в советское время, естественно, геологоразведка осуществлялась только за счет бюджетных денег, так сказать, государства. И в начале нашей независимости, вот в Казахстане также было, значит, специально выделено определенный процент, так сказать, от прибыли нефтедобывающих компаний, например, 8%. На геологоразведку. Специально целевым, так сказать, на геологоразведку, включая региональные работы. Без региональных геолого-геофизических работ невозможно там наметить стратегию, так сказать, работ, где мы дальше должны работать, в каком районе, допустим, на западе, на севере или, допустим, на востоке Казахстана. Поэтому последующие годы, ну, учитывая, так сказать, ситуацию, экономическую ситуацию в стране, политику, так сказать, в стране, развитие индустриально-инновационных, так сказать, проектов в Казахстане, значит, деньги, вот, и из-за вот изменения организационных структур, вот, геологических организаций в Казахстане, централизованного, значит, финансирования не было. И практически мы привлекали иностранные компании, выделяли им определенные блоки, но они работали только в своих, так сказать, территориях, своих выделенных блоках. А потом ведь вопрос еще и безопасности идет в конце-то концов, да? Да. А вот скажите, пожалуйста, 8% от добычи, грубо говоря, если раньше, неужели это настолько затратная геологоразведка у нас? Оно не затратное, оно наоборот, так сказать, это, если мы будем финансировать геологоразведку, отдача от этого, возьмите Кашаган, допустим, маленький пример. Кашаган для того, чтобы определить, что есть тут огромная, так сказать, структура, которая может содержать, так сказать, нефть, мы потратили на это порядка 200-250 миллионов долларов. Сейчас для того, чтобы освоить это месторождение, вы знаете, так сказать, по открытию печати, это анонсировалось, это порядка 130 миллиардов долларов нужно для того, чтобы Кашаган полностью обустроить и начать добычу нефти. Поэтому это, значит, налоги, естественно, это компенсирует те затраты маленькие, поэтому геологоразведка, она, ну, многие думают, это затратная, без обратной, так сказать, отдача и так далее. Нет, это за счет геологоразведки открыты все те месторождения, кстати, не только нефть и газ, но все твердые полезные скопаемые. Казахстан в советское время считался это кладовым, так сказать, одно из кладовых мирового, так сказать, класса. Поэтому мы сегодня добываем, допустим, нефть и газ или золото, или железо, уголь и так далее. Это открытие те года. Поэтому я, мое личное мнение, значит, это надо сейчас об этом уже много на разных уровнях, значит, говорится, что необходимости, значит, централизованного выделения, значит, постоянных сигналов, средств, да, на геологоразведку. Ведь, насколько я понимаю, речь идет не только о нефти и газе. То есть это и уран, и золото, как вы сами сказали. То есть это все геологоразведки. Естественно, это все. Это охватывает все минеральные, серовые, так сказать, ресурсы Казахстана. На ваш взгляд, специалисты, да, большого, вот именно вот в этой отрасли, скажите, есть у нас еще запасы, помимо кашегана? Вот мне просто само интересно. Естественно, вот геологоразведка, вот те, так сказать, работы, которые мы имели еще, будем говорить, в советское время, проведенные, может быть, единичные данные после этого, я имею в виду региональных работ, а также полученные данные вот на таких месторождениях, как, допустим, Кашаган, Тенгиз, Карачаганак и так далее, показывает, что этими месторождениями, так сказать, запасы нефти и газа Казахстана не ограничиваются. Оно еще больше будем открывать. Такие возможности и теоретические возможности есть. Вот сейчас я хотел, пользуясь моментом, сказать об одном проекте, который вот буквально недавно получили поддержку, так сказать... Проект Евразия. Проект Евразия, да. Получил поддержку президента нашей страны, рассмотрены несколько раз на заседаниях правительства Казахстана, и сейчас обсуждается детали. Значит, этот проект, может быть, не всем понятно, но так называемая эра, так сказать, легкой нефти уже подходит к концу. Которая вот на данный момент существует. Которая на данный момент существует, которая находится на глубинах, будем говорить, 2 километра, 3 километра, или, допустим, вот Тенгиз, Карачаганак или Кашаган на глубине 5 километров. Да, естественно, до глубины 5 километров. Это считается легкой нефть? Это считается легкой нефть, потому что легко доступны, так сказать, бурением и освоением. А вот их до глубины 5 километров 2-го Кашагана мы не видим. Вот для того, чтобы открыть 2-й Кашаган, 2-й Тенгиз, нам надо идти глубже. Мировой опыт показывает, например, вот буквально несколько лет тому назад в Мексиканском заливе на глубине 10 километров открыто крупнейшее месторождение. На бразильском офшоре, то есть на море, также на глубине 10-10,5 километров открыто крупнейшее месторождение. То есть, теоретически, то, что до этого исключалось, что, допустим, на глубинах 8-9 километров, значит, возможность существования нефти, как таковой, из-за термобарических условий, исключается. Сейчас доказано, что это мировой опыт показывает. Значит, и в Казахстане есть... У вас потенциал есть, да, потерянный? Потенциал есть. Буквально недавно, значит, геологи Казахстана, значит, пересмотрели все имеющиеся, так сказать, новые, старые геологи и физические материалы и переоценили, значит, ресурсную базу нефти и углеводородов Казахстана. И получилось так, что примерно 75-80%, так сказать, ресурсной базы Казахстана находится при Каспийской впадине, то есть на Западе. Поэтому вот проект Евразия предусматривает большие региональные работы, используя новые технологии, новые методики работ, изучить глубокозалегающие горизонты на глубинах, допустим, 8-9-10 километров. Проведя, значит, специальные виды геологи и физических работ, пробурить, так сказать, одну сверхглубокую скважину на глубинах 14-15 километров, чтобы посмотреть, где там можно дальше работать. Балдамик Муханович, вот здесь возникает вот такой вопрос. Все мы знаем, крупнейший экспортер и крупнейший добытчик это Саудовская Аравия. У них, как выражается вашим языком, легкая нефть, насколько я понимаю, и более качественная. Здесь 10 тысяч, скажем, 10 километров, не обязательно, 8-9, возьмем. У нас она и так дорогостоящая. Так эта нефть будет еще дороже стоить. А вот если на будущее посмотреть, на ближайшие, скажем, перспективы, 20-40 лет, нефть нужна будет еще миру? Конечно, она не только нужна будет. Потребность, так сказать, нефти в мире в ближайшие 20-30 лет примерно вырастет на 30-35%. Это такой есть анализ, так сказать, мировых экспертов. Поэтому потребность нефти, она не уменьшается, она будет увеличиваться. А в таком случае, а почему она дешевеет сейчас? Как эксперты все-таки. Это вопрос, он очень сложный, так сказать, он охватывает много, так сказать, сторон. Потому что это не только настоящая себестоимость нефти. Оно учитывает и политические вопросы в том или ином регионе мира. Оно реагирует, так сказать, на события. Открыл крупные месторождения, значит, запас увеличился. Это вопрос больше политический, так сказать. Оно больше, так сказать, политический, но оно имеет экономическую основу, конечно. Потому что от этого зависят бюджеты практически всех стран. Это не только нефтедобывающих. Все сервисные компании, все, допустим, даже сельское хозяйство. Или, допустим, кто нас обслуживает, даже проезд на городском автобусе. Это все зависит от этого же, потому что, ну, возьмем последний пример, допустим. Вот цена бензина, вот, например, последние 3-4 месяца, она несколько раз, так сказать, падала. Ну, здесь влияние, так сказать, цены нефти. Естественно, это влияние, наверное, падение, так сказать, рубля, наверное. Потому что Россия одна из крупнейших стран в мире по добыче нефти, по переработке нефти. Да, да, там несколько факторов. Да, несколько, многих, так сказать, факторов. Поэтому я думаю, что это нынешняя цена нефти, она долго не продержится на таком низком, так сказать, уровне. Это мое личное мнение. Мы думаем, что где-то в середину года мы выйдем на уровень порядка, может быть, 70 долларов, так сказать, за баррель. А потом дальше, так сказать, поднимется. Болтовик Муханович, вот, к сожалению, время у нас остается там буквально около минуты. Вот проект Евразия, о котором вы говорили, на самом деле очень интересный, да, проект, который, еще, скажем, лет 15 назад казался бы нам всем фантастическим. Вот из-за сегодня таких вот влияний, скажем, мирового экономического кризиса, этот проект может быть остановлен, на ваш взгляд? Я думаю, что как раз именно сейчас нужно этот проект, так сказать, начать. Именно сейчас. Потому что этот проект, если мы сегодня начнем, отдачу от этого проекта мы получим через 15-20 лет. То есть это большой задел на будущее? Абсолютно. Это большой задел на будущее, чтобы мы, страна, нормально чувствовали себя не только ближайшие 15-20 лет, она более далекая, так сказать, перспектива, 40-50 или больше лет. Балтабек Муханович, знаете, вот что-что с вами готов был бы еще и, как минимум, еще и 30 минут раз говорить. Почему? Потому что столько много интересного вы рассказали и мне, и нашим, самое главное, телезрителям. Но я думаю, что это как раз таких послужит поводом для того, чтобы встретиться вновь здесь, может быть, даже вот в рамках этого форума, который пройдет здесь, чтобы могли уже поговорить об итогах и о том, насколько вообще на геологоразведку теперь будет уделяться пристальное внимание. Спасибо за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Я хотел бы напомнить о том, что сегодня в гостях нашей программы был президент общества геологов-нефтяников Балтабек Куандыков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!